Работы в Летнем театре продолжаются, несмотря на то, что еще 16 апреля чиновниками Одесской областной государственной администрации было выдано предписание о прекращении любой деятельности на территории объекта. А компанию, ведущую там работы, обязали предоставить на согласование проектно-сметную документацию. Управление культуры, национальности, религии и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА еще 16 апреля потребовало от компании «Солинг» прекратить любые работы на территории Летнего театра в Гурсаду. Компанию также обязали предоставить на согласование научно-проектную документацию. Об этом сообщает издание 048. Как отмечает СМИ, такое уведомление получила активист Татьяна Петракевич 19 апреля. Цитирую. Территория памятника городского сада захламлена строительным и бытовым мусором и находится в неудовлетворительном санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Не заключен охранный договор на пользование части памятника городского сада с органом охраны, управлением культуры, национальности, религии и охраны объектов культурного наследия. Эти действия являются нарушением закона Украины об охране культурного наследия статьи 23 «Охранные договоры», 24 «Содержание использования памятников» и 26 «Консервация, реставрация, реабилитация, музеификация, ремонт и приспособление памятников», отмечается в документе. Несмотря на это, как сообщает сама Татьяна Петракевич, компания, владеющая строениями, продолжает работать в Летнем театре. На сегодня самое ужасное, что я увидела в Летнем театре, это горы плитки привезенной. Есть подозрение, что, может быть, это та же плитка, которую снимали с одной стороны, потом переложили на другую. Я думаю, что там еще привезенная плитка есть. Она стоит прямо на том месте, где волонтеры и просто одесситы высадили деревья, кустарники. Вот такой зелень на будущее в Летнем саду. То есть прямо вот возле этих молодых деревьев, в 20 сантиметрах, стоят эти горы плитки. И у меня есть основания полагать, что скоро начнутся работы непосредственно в том месте, где высаживались деревья. Плюс дальше продолжаются работы по демонтажу строений, которые находятся на территории Летнего театра. Некоторые из них представляют историческую и культурную ценность. Стало известно, что 19 апреля Одессу посетила заместитель министра культуры Украины, которая без прессы встретилась с представителями общественности, выступающей против введения работ на территории Летнего театра. Мы считаем, что это уже территория памятника. Заказчик так не считает. Это не вы так считаете, вы же государство так считает. Тогда вы должны ответить на запрос, потому что государство считает так, а вот господин Остапенко, чиновник по охране памятника местного самоуправления, он считает, что если он не получил из манистерства приказ... По господину Остапенко у нас определяют органы охраны наследия. И господин Остапенко не является органом охраны наследия. Я согласен. Либо же является самоправославным органом. Давайте тогда мы будем действовать следующим образом. Он буквально неделю назад выдал свою цедулю с печатью, что он охранник памятников. Я читала. Охранник памятников он. Высновок. 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 Что это за документ? Делайте здесь все, что хотите. На каком основании он его выдавал? И каким документом предусмотрен? Значит, давайте его оспаривать. Давайте сажать Остапенко. Как пообещала замминистра, уже с понедельника представители Министерства культуры займутся проверкой законности работ, проводимых на территории Летнего театра.